здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас но необычный гость потому что судьба этого человека будет как раз представлена сегодня во всех красках я надеюсь какие-то мы тайны узнаем интересная история тем более что здесь связь поколений прям на виду и здесь можно поговорить и о капитализме и о коммунизме и о советском периоде и российском периоде и о молодежи вечная проблема отцы и дети потому что у нас гостях александр михалович савелов дерябин доктор медицинских наук академик 7 академии мира и почетный профессор государственного пекинского госпитал народного освобождения армии китая по косметической хирургии хуанси действительно член международной академии естественных наук город ганайр германии многое-многое другое но и действительно член российской академии естественных наук вот я только часть перечислил если я буду перечислять все ваши заслуги передача закончится вот скажите пожалуйста почему так много всего как вам так удалось себя зарекомендовать вы знаете прожив 79 лет как бы через 7 месяцев не будет 80 я понимаю что я уже как стереозавр палеозавр завр да 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 потому что действительно столько мне кажется я уже прожил 100 жизней и где я только не бывал и где только не служил только в одном китае семь с половиной лет вот уж не говоря там нью-йорк там южная корея и так далее поэтому понимаете но ведь самое главное что где бы я ни жил я уже особенно в китае я зарубки ставил когда я вернусь как бы в москву машине где и мне не было сладко но надо было работа работа да есть надо и все вот и конечно это но терпение нужно было конечно адская иметь потому что хотя многие там говорят там лучше там лучше да все лучше там где нас нет понимаете вот и поэтому вот например живя в том же китае на пекине особенно там вот в париже там сколько я был в нью-йорке это же ну как бы скажем такие места где вот говорят там сейчас только я из индии прилетел из дели вот и говорят вот грязно там всего на улицах но грязно на улицах но так вот люди живут это не считают что для них не грязно да для них не грязно нормально лег поспал тогда было все да ну как цыгане да вот но зайдешь за великие стены она все там вообще как будто попадаешь какой-то райский уголок то есть вот такой вот такая разница но и более того самое забавное когда я попытался поговорить с простонародьем который живет и так группу руку положил и прямо на бетоне спит и все знаешь давай вот я тебе там выделю землю то да вот и все семьей придешь на те сколько семья там ну 12 человек они так как муравьи и вот вы начнете жить там оседла сделаем там артезианскую скважину поставим значит этот агрегат там но чтобы электричество давал да все будет да и все тем но это у тебя будет кровать все 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 не 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 здесь я вот все понимаете вот это стереотип уже его мышление и стереотипа короче да и проще там стал там лег пошел пописал пока голодом где-то рядом прям тут же как бы но и в то же время уже вижу какой расцвет в индии то есть если метро заходишь на там просто чистота а а зайди в нью-йорке в метро и тебя блевотина начинается потому что хочет видеть грязь на бы толком быстрее выскочить отсюда из этого ада понимаешь и везде хватают тебя эти значит надо так бомжи да 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 как то и в то же время я в индии иду вот с этим значит орденом и мне готовят все вот осторожнее держит вот так на 5 летят закройся его нет она там большущий праздник но там там не будешь на месте одевать и там все послы собрались и там премьеру и все такие люди значимы поэтому увы родила еду но закрывать не будет же вот так идти про вот они вы же понимаете что человек с таким орденом я не могу не спросить и ведь мы так интересно начали с обычного такого человеческого подхода да когда кому каждому человеку он устраивает свою жизнь так как он и устраивает кто-то к чему-то стремится кто-то всю жизнь пытается у него не получается кто-то может быть не очень пытается но как-то судьба ему улыбается я уж не знаю кто-то встретил кого-то по дороге своей но так или иначе начали мы именно с человеческого такого важного элемента мы к нему конечно же вернемся потому что александр михалыч эта тема человеческих отношений очень волнует и человеческого успеха и творчество творчество во всем но я не могу не спросить орден что за орден и что он означает давайте мы начнем мне повезло советское время но уже и после советского времени уже нам не повезло дружить с великим ученым капицей андрюшенькой но и серёжа и тоже но это как бы он там журналист больше вот учебина и вероятно друг правда а этого андрюшенька мы так вот подружились семьей со всей и вы знаете и в мгу мы решили как бы образовывать мировую систему так да и организовали там вот когда уезжают все студенты на каникулы это было два или три раза в году я сейчас не помню но по моему два раза вот то мы занимали это те эту территорию и столовую гость и общежитие все и 500 человек было на кафедре которые как бы мы обучали приезжали со всего мира особенно когда я удивился вот я думал что бывает там вот черные да но чтобы вот прям синие синие синюшные как этот экран такого я не видел и вот и сенегала приезжали такие и все они конечно врачи и медики вот и мы преподавали а вы преподавали экологию человека экология чудо экология человека окружающей среды ну практически кормился кормилась все мгу дайте все профессора там один там папа выхлопным газом на другой там например по рекам океаном там но каждый свое нес я свое не осмыслают а медицинская суда я медицину ветеринарию нес и доказывал то что самое главное что и мне удалось доказать и поэтому сейчас во многих странам не приглашают почему потому что вот представьте себе что говорят о ветеринарии там столько выхлоп то есть выбросов идет после коров там и так далее так далее выхлопы эти были вы вредны только потому что дерьмом кормят и дерьмой выходит и она поднимается тоже на поднимается воздух мы этим дышим потом это все опадает остальное водоемы водоемы это все опять-таки поднимается вверх опять мы этим дышим и так далее то же заворот в замкнутый порочный круг и и вот моя задача была рассказать как из этого замкнутого порочного круга выйти и вот мы как бы договорились действительно как нам оттуда выйти и я предложение сделал и на алтае мы сделали потрясающую общую вещь тогда был евдокимов миша мы приятели были но мы приятели по бильярду я более или менее прилично играл давно правда на сейчас тоже играю на у меня здесь руки помню дороге помнят руки помнят стереотип все-таки есть вот и я его попросил давай я говорю сделаем так чтобы детдомовские дети они стали бы профессионалами во всем я у меня полностью программа отработана и тут будет участвовать и капец андрея петрович и все такое мгу как бы как экология человек солидно да миша сразу тут же захватился давай санечка давай все твои все делать и что надо я время надо чтобы ты поставил сушилку вот для детей чтобы они собирали ягоды грибы лекарственные растения и представь себе что эти дети я пригласил из вилара специалиста который обучал им какой гриб полезно браку не полезно ну сначала обучили детей а дети же так они же родители имеют но только они родители где-то рядом там ну алкаши там или еще что-то ну вот лишь ложилась да да не сложилось вот так назовем да корректно и вот представьте себе то есть моя сверхзадача была только в одном чтобы эти дети они стали бы специалистами они бы ели вот так и пили бы вот в своем же этом детдоме не то что им там дадут какую-то похлёбку до и какую-то часть ворует понимаете ко всему вот а чтобы они ели пили чтобы это еды было в них просто как у дурака мокорки и один из данные какие деньги еще были и тогда я уголовному миру как бы но я собчаком был общался потому что собчак уголовный мир был не ну тогда был частично не будем не будем сейчас нет нет я с гуином работал я имею ввиду через гуин так я когда выходили ребята молодые значит из тюрьмы чтобы им там купить шляпу там галстук до костюм ему чтоб он выходил уже такого людей что похоже на чтобы он не в тело греки был вонючий да и через гуин вот так и я говорю ребятам там знаете вы уже то этих оттуда с детдома не возьмете ребят то есть сейчас сегодня им деваться некуда они к вам придут то тут уже их поспорил вы из выспорил даже ящик коньяка потому что мы это организовали и одна семья но он там отец и сын ну а сын то есть значит ребенок да ему сколько было 11 лет и они вместе с отцом там накосили трав грибов насушили все прошел сушилку одно только сделали и потом уже они столько заработали столько все но представьте себе за сезон они получили 360 тысяч ух ты 360 тысяч но я сказал миши только с одним условием мишенька я так как я отдаю всю свою прибыль весь свой доход то я должен контролировать что этот доход не уйдет директору когда в карман он там его иван иванович до облизывает там все и он туда уйдет это я говорю самое большое а там остальные получили 100 тысяч но понимаете если раньше они собирали макулатуру грязную вонючую там уже ржавую поломка металлолом там все и ничего за это не получали дядя кузя дядя вася кто куда ушло непонятно то здесь нет будет по-другому я с таким условием взялся за это я делаю субсчет и только после моей подписи так как я теряю свою свою доходность я полностью и отдаю но я буду знать что эти дети не попадут на скамью подсудимых это ваш такая благотворительность было ну своего рода да как возникает вопрос зачем зачем да почему нет для того чтобы люди стали лучше у меня другой задачи нет жизни я в жизни все увидел я работал почему потому что я столкнулся с этим потому что я бывший сын врага народа права в этом поговорим во второй части специально да так в итоге орден ты за что орден а орден именно потому что мы с кофе центре петровича открыли это направление и мы обучили ну в течение трех четырех лет но представьте себе по 500 человек на кафедре там два-три раза в год сколько народа прошло и когда мне представили к этому ордену в оксфорде а так как они все-таки хозяева этого оксфорда который папашка ему там все еще осталось времен отца и вот так случилось царствием небесное потому что это были быть самые близкие мне по духу люди а как называется этот орден это так и называется оксфорд напомним что сегодня у нас в гостях лица михалыч савелов дерябин академик семьи академии мира и человек который как видите имеют оксфордский орден или орден из оксфорда и чек который как выяснилось не просто так благотворительностью занимается еще следит внимательно чтобы благотворительность дошла до только чтобы это тиражировать чтобы тиражировал делаем небольшую паузу и вернемся в студию открытого диалога напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях александр михалыч савелов дерябин огромный список как вы уже знаете человек который занимается как вы сказали таким экологии человека да и окружающих лиц или среды да в общем то такая тема с одной стороны все сейчас многие годы за нее держатся потому что понимают что-то пошло не так даже когда курочку жарят думаю а что там в этой курочки нас находится да вот сейчас я только вот вот перед но было много времени я всегда люблю раньше и так как я не завтракаю до 11 там я приехал сюда и зашел кафешку то как это в маске это смелый ход да да прям рядом с вами такая длинная такой вот как шланг такой такой кафе и думаю ну какая забегала в к этому все сажусь ну думаю ничего там бутерброд центр а там такой список там чего только нет но главное мы трое вот так вот поели на 1700 рублей в москве бы я поел за это вот это выше да но по его но минимум 4000 сейчас был такой комплимент нет вы понимаете это не комплимент это с консультация факта вот я вам говорю честно я бы просто жестоко бы наказывал вот сейчас перед вами был из полиции там товарищ и ему больше вот это нам как бы вот этой органам да я бы наказывал этих людей но как кто вам дал право вот так брать нагло а не в это как ты будешь 2 фабрики вот и все если я сделал за 100 рублей продукт я больше 200 не поставлю а 250 хотя нет почему потому 200 так господь сказал так господь сказал и если я с господом то господь не открывает любые траектории в моей жизни а если чуть-чуть а зачем чуть нет из чуть-чуть изменил то тогда закрывается это закрывается потому что господь сказал тебе дал талант прибавить не талант и многие чудаки на букву му они не понимают они хотят 3-4 5 10 даже 100 я прихожу на калининский проспект то есть не калининский раньше году пусть будет калининский да сейчас новый арбат вот такая баночка французская допис на франция 28000 я не пожалел у меня есть возможность я покупаю как собираю весь коллектив весь коллективу горю смотрите вот рука моя кисть руки и вот старая кисть руки моя же это вот после того как я нанес вот это а потом свое нанес да хоть не может быть так ваше 300 рублей стоит кажется такое может быть она хранцузская она хранцузская она хранцузская и мы на к на калининском проспекте потому что здесь очень дорогая аренда вот трагедия в чем когда это обосновано это да а когда на сегодня травят значит мясо-молочной продукцией которая ядовитая который уничтожает человека плюс еще грамм и же еще а мы платим им все фермы дотационные я бы таких людей жестоко наказывал это мое мнение жестоко наказывал кто тебе дал право тебе государство платят мои налоги я все бухи вы туда а ты травишь этим народ они если бы у тебя не было бы альтернативы я согласен не предлагая 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 делай но если я тебе предлагаю и ты не берешь то ты преступник вот такой заход сейчас во второй части я думаю что всем очень понравилась вот эта фраза прибавь один талант я это запомню с вашего позволения потому что такая полезная история вот ну и теперь как я обещал надо обещание выполнять тварянский рот савеловых я так понимаю что савеловский вокзал это имеет непосредственное отношение к вашим даже на рынке даже документы есть вот расскажет к бабушка строили вместе с моим отцом потому что у меня те тысяча восемьсот девяносто пятого года рождения до семнадцатого года и он уже был взрослый ну то есть 17 лет и 5 это уже 17 5 22 22 он уже был взрослый уже был офицером вот и он тоже как-то участвовал пацаном вот строительстве этого савеловского вокзала потом приходят большевики расстреляли дайте пока до большевиков на сам рот о самом роде расскажите потому что азовом роде у нас это есть вас как один вокзал был да это например мои мой род построил мои предки построили на воробьевых горах церковь начал она была деревянная и и сожгли вот и они построили каменную и вот от каменной этой церкви до этого сама до смоленска это все территория наша нашего было княжества там много барона была на этой территории много-много и так сейчас получаетесь князь я князь вельможный до князь или я в америке сначала американцы взялись за это дело так вот до начиналось все опять-таки с андрея петровича капицы мне не давали документы значит в архиве советской армии потому что у меня отец был адмираном флота и капицы написал и капицы значит выдали но для меня и там все подробно расписано кто вот все на церковнославянском языке иду вот как бы наше время и вот когда я это все получил вот тогда уже начала раскручиваться машина и в америке меня пригласили в нью-йорк и там институт геральдики и вот как бы там три года шла это эти поиски и что в америке ни одного нет прямого потомка княжеского рода я получаю этот этот книга вышла специальная родословная геральдическая что я человек года с сша потом они начинают оказывается я уехал они начали копать дальше 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 и выходит вторая книга уже но под моей редакцией под редакцией потому что я остался в мире один прямой потомок княжеского рода больше в мире никого нет это выходит такая золотая книга знаете золотыми этими вот оттисками но уже под моя редакция это выпустили тамплиеры хуй хуй вот кто есть кто и вот я стал таким образом человеком мира но это по от родословной продаж никакого медицине не имеет отношения вот тут естественно мы вот на ту точку возвращаемся когда все могло бы получиться хорошо не нужно было ничего искать так бы было может быть бы жизнь по-другому сложилось я думаю не хуже может быть все-таки приходит революция и ваш отец ваши родственники что происходит с ними их просто как бы но вот как случилось вот дедушка и бабушка моя то есть это отец и мать моего отца и просто на пришли брать вокзал вот естественно они начали как бы сопротивляться согласились они не согласились до их расстреляли просто в упор вот расстреляли всю команду и всех сотрудников ну вот такое время было несмотря на то что отец мой был в это время первый замполит красной армии понимаешь что такой первый он выше был командарма командар был кривенко смоленский до команды армии а до командар армии а отец был 1 замполит красной армии то есть от него все зависело то есть идейный но дело в том что его посадили потому что он спас путиловский завод и всех рабочих на путиловском заводе потому что весь путиловский завод был заминирован белогвардейскими офицерами а так как он учился значит это все его коллеги или по оружию да значит офицеры царской армии и он так же да вот но его ленин сразу принял и стать сделал его сам с ленином встречались да вот он с лениным встречался постоянно потому что француженка которая преподавала ему французский язык она уже там имела силу и власть который преподавала у них у него дома и даже потом стала его супругой но это как бы уже другая история до другая стари да вот а так как он стал первый замполит красной армии и он не мог допустить чтобы весь завод путиловский вместе с аппаратурой совсем залетел бы на воздух мало то сколько народа бы погибла потому что было запланировано во время победе на перерыв когда все в одном месте то есть человеческое превалировал до человеческое превалировал но он знал прекрасно что за это его как бы будет или тройка или пятерка сейчас не помню времена что его сразу все но так как он первый замполит то есть он то есть он запалит красной армии его мандат никто и подпись не имел не даже командар ничего не мог сделать он рвала металл а пояс мчался вместе с белоговородейцами причем у него у нас были вагоны только перевозящие скотину все в дерьме вы понимаете все это и вот эти все офицеры ехали семьями вот в этом деревне и он всех переправил европу в обмен на то чтобы не взорвали они про то есть разминировали бы путиловский завод с целой была такая проведена казалось бы надо благодарить все потом путиловский завод выиграл отечественную войну и все такое и сколько народа спаслось и сколько денег это все значит сразу тут же написали что расстрел к расстрелу ленин приезжает откуда где-то был другом месте и вычеркивает и пишет на пожизненную каторгу и отца отправляют в иркутск и там он человек который знает совершенстве семь языков мира знает такие знания таки все он там кладет печки потому что у него а вы когда появились я в сорок четвертом году и перед я у меня сейчас будет в мае месяце 80 лет и как раз я вот родился в сорок четвертом году по паспорту у меня 45 потому что мать целый год шла до запорожья вот из в деревне шла родились в каком целый год а где родились каком городе это там недалеко совсем деревушка такая там ни разу не был честно ну запорожье запорожской области написано вот так не то что запорожье потому что там где ты вот но это новый где я родился это бердянск тани вот но пока она шла пешком вот это гимна был только так если ты не пришел с ребенком а наш не может прийти приходишь там вот пишут вот так как когда ты пришел а папа как судьба папы в итоге сложилось а он же был врагом народа он разминировал поля минные поля в реке он разминировал вот адмирал флота разминировал поля так он еще и мало того он еще во время войны он был высокого роста 217 рост у него вот и он сильно был похож на немца который вот возглавлял этот концлагерь ох на него еще и нами покушали да да не то слово и вот значит а вот их хлопнули этого офицера он такого же роста был все и все сделали что он как бы сегодня и опять ему уже сняли с него судимость и опять снова суть его осудили вот такие вот странные бывают аномалии почему только из-за того что он начал заговариваться во время сна а деньчик он вставку позвонил и говорит что понимаете деньчик то может услышать все и все провалится то есть я же не не профессиональный разведчик то есть ну я как бы офицер но другой в другом плане вот и он его отозвали естественно все такое и снова опять прилепили врага народа спасибо огромное александр михалович савелов дерябин был гостем нашей сегодняшней программы это был открытый диалог велого николай пивненко всего доброго до свидания